Йоу, салют всем, добро пожаловать в новый влог. Сегодня я уезжаю в Вологду на недельку и буду снимать вам влог оттуда. Будет Кукапсис, будет мое первое клап-шоу, которое я вам покажу, что будет происходить. Поделюсь впечатлениями. Сейчас я уже все собрал, все у меня вещи уже находятся там на выходе, поэтому сейчас буду вызывать такси уже и поеду. Чуваки, не забывайте подписываться на этот канал, потому что это очень важно. Я хочу набрать в этом году максимальное количество подписчиков, не как в прошлом, потому что в прошлом я очень сильно замедлился. И мне очень приятно видеть, когда с видео по статистике подписываются люди. Это меня очень сильно мотивирует делать ролики дальше. Ну и также обязательно оставляйте комментарии, лайки, мне будет очень-очень приятно. Также подписывайтесь на мою инсту, также подписывайтесь на мою телеву. Все ссылочки будут в описании, обязательно чекайте. Я буду вас ждать там, там я больше меня, больше моей жизни и делюсь всем, чем могу делиться. Поддаем ребятки посмотреть, покажу, что есть. Притом это не мой выбор, это выбор девушки. Такая вот уже коллекция, это альбом Дрейка, кто не понял. Кстати, на этот раз еду аж с чемоданом. Вот, также еду с портфелем еще и сумкой. С чемоданом нету, потому что в этот раз нужно больше шмоток, потому что там нужно сходить бот на фотосессию. И также, в принципе, выбрать лук, в чем выступать. Кстати, еще недавно взял себе вот такие форсики. Короче, я уже приехал в воздух и прямо с поезда поехал в студию пацаном. Наша будущая звезда 100% должен стрельнуть в этом году. Это первое. Второе. Мы подготовили небольшой сюрприз для тебя. И, возможно, ты в нем завтра выйдешь на сцену. Да, да. И вообще, типа, спасибо, что ты у нас есть. Ты очень мотивируешь, очень заряжаешь. Хочется как-то даже моментами приблизиться к твоему успеху. По-хорошему, короче, мы тебе завидуем. Я думаю, каждый завидует из нас. И чтобы все твои мечты, цели, все сбывалось планомерно, с тем, как ты бы этого сам хотел. А так, что, крепкого здоровья. Братья, всегда рядом. Хелкуем. Делимся. С днем рождения, бро. Это вообще новогодний подарок, так вот. Но... Спасибо большое. Короче, сейчас скажу, что... Иди от нему на... Не видно, бро. Не видно, бро. Была очень ебанская коробка, поэтому... Прижал к плечу. Была очень ебанская коробка, брат, поэтому пришлось... Я взял свою. Кратце про парней. Тот, кто подарил мне форсы, это Максон. Он же фрик, он пишет цветы. За камерой Валера Краков, он также пишет цветы. Также многофункциональный, как я. Другой чувачок, с которым я сейчас жму руку, это Руслан. Дизайнер, супер талантливый чувак. Брат, спасибо за музыку. Да, кстати, еще за музыку я тебя с удовольствием. Короче... Как ты думаешь, что здесь... Как ты думаешь, что здесь? Я не знаю. Ну, в смысле... Я не могу угадать вообще. Ну, короче, это Air Force, но... Как ты думаешь, что здесь? Бля, и скажи, пожалуйста... И, короче, я надеюсь, что ему размер подойдет. Да, дай бог вообще. Это очень интересно, потому что... Короче, он сегодня у него посетил размер. Что-то так... Да, да, да. Короче, я нашел единственный момент в переписке, в нашей, типа, в конфе, где ты написал, бля, взял, типа, на размер поменьше. Я такой, я за это зацепился и такой, типа, пацаны вообще не знали, короче. Я это давно еще писал. Братуха, братуха, дай ему коробку, пожалуйста. Пусть он посмотрит. Дай просто, ну, довольно красиво, чтобы, блядь. Ну, давай, давай. Туда-сюда. Короче, брат, мы дарим тебе, мы дарим тебе, короче, не просто пару Air Force'ов, типа, чтобы ты понимал, короче, это кастомные Air Force'ы, чтобы ты просто рвал, вырезал ткань, и они, короче, все разноцветные здесь. Вот, так что, это сороковой, я надеюсь, что подойдет. Ну, короче, померяй. Бро, братаны, сюда, сюда. А вот здесь, да, типа, зацепочка. Короче, смотри, вот здесь все, что, типа, покрыто, ткань, они немножко, конечно, уже так, ну, типа, они, видимо, у чела долго лежали, типа, я забрал последнюю. Да не, бро, это так же и должно быть, типа, бро, так и должно быть. Короче, возьмешь, типа, ножик или ножницы, и, типа, аккуратно вырежешь, там, по контуру. На самом деле, я бы не рвал, как будто бы. И, короче, вот, и вот ты, на этой теме тоже самое, типа, понял? Просто еще у Гарбала, короче, Максон мне написал в среду. Да, он написал мне в среду, типа, и ты в этот же день, блядь, купил себе черное, типа, форс. Я, короче, типа, он успевает скинуть, типа, и я такой, блядь, и мы начинаем хохать жестко, типа, из-за этого, что, типа, взял форс, и я, блядь, купил тоже, типа, ну, я такой, типа, ну, ладно. Бля, брат, надеюсь, подойдут. Идеально, идеально. Идеально? Вообще охуенно. Гадэм, бро. Ты рад? Я очень рад, да, блядь. Это просто мясо, еб***ь. Рад. И завтра на клаб я выйду, конечно же, в них, блядь. Ну, я просто реально вообще очень жестко рад. Сейчас сидим, пиццу, хауэн, лимонад пьем. Мы поняли. Бля, иногда лагают, потому что свет поседает. С чем у девушек прикольно? Короче, сейчас будем присталить на педал. Мой голос, ша-ша, еб***ь. Дай на ша-ша, е-е-е. Дай её же. Дай дежурку враща, е-е. Дай дежурку враща, е-е. Бил ты её вообще, е-е. Давай, бутил по щам, е-е. Дай, бутил по щам, е-е. Снова падаю, падаю, снова влюбляю себя. Снова падаю, падаю, не могу тебя поля. Уда, бэйби, эй. Голострастный, я, рёнэн, пиз. Е-е-е-е. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, в принципе, что вообще здесь есть. Я только приехал со студии, тоже можно сказать студия. Стол стоял здесь посередине, но я его туда подвинул. Прикольный, на самом деле, вот хаза, то, что здесь мансарда. И здесь я буду вот сидеть работать какое-то время. Завтра мы идем на фотостудию, будем фоткаться. Нужно для афиш, для дальнейшей клуб-шоу сделать фотки. И нужно, в принципе, я думаю, что на карточку музыканта может какую-то новую фотку сделать. Хочется что-то такое мрачное, что-либо, или сделать. С теми треками, которые будут у меня выходить, и кто сто процентов. Ну, короче, не то, что мрачное, а просто хочется сделать фотку, которая будет мейчиться со мной в полном объеме. В общем, все, я погнал сейчас сводить. Увидимся с вами завтра. Слежной. Фоточки сделаны. Все сделаны. А сейчас будет вот пару кадров. Оп. Как будет? Может, может... Нет, ну, лучше так, смотри. Сейчас будет. Короче, все сделали. Сейчас хавать и домой работать. Хочу немножко поговорить про клуб-шоу, рассказать вообще о своих впечатлениях. Понравилось, не понравилось? Что вообще, как? Первое, с чего хочу начать, когда я уже четко дал понять о том, что я буду выступать, у меня, честно признаюсь, начался вот, когда каждый раз, когда засыпал, у меня был небольшой поток мыслей постоянно о том, как это будет проходить, как я буду выглядеть, как я буду двигаться, и так далее, и тому подобное. То есть, эти мысли меня вообще не покидали, особенно вот перед сном. Но волнения никакого, кстати говоря, не было. До выступления волнения у меня началось вот, когда вот оставалось, наверное, полчаса до выступления, когда мы уже были в клубе, когда мы уже сидели, просто ожидали выхода, когда перед тем, как вот мне, короче, нужно было выходить, у меня началось волнение прям вообще такое нормально. Ну, не прям на самом деле сильное, у меня было намного сильнее волнение в жизни, вот. Но оно, короче говоря, было. В целом, когда я вышел, Мне очень понравилось, потому что уже начиная со второго трека мне удалось, как мне показалось и как мне сказали со стороны, зацепить какое-то внимание публики, при том, что публика, условно, большинство меня не знали. И просто, когда удается зацепить внимание благодаря чисто трекам, тем, как ты себя позиционируешь на сцене, тем, как ты выступаешь, это очень круто. И я очень сильно доволен вообще своим целым выступлением, в принципе, я думаю, что кадры вы уже видели. Не знаю, мне, короче, очень понравилось, у меня были до этого мысли, когда я еще вот не выступал, я до конца не понимал, нужно ли мне это, хочу ли я это все. После этого выступления я понял, что это вообще 100% мое, за себя говоря, мне кажется, что я очень хорошо, типа, выступил, классно двигался, тем более, что первое выступление в жизни, в жизни. Дальше больше, дальше интереснее, также буду со стороны смотреть, зачем, как я двигаюсь, как вообще выхожу на сцену, как общаюсь с публикой и так далее, и тому подобное. Буду работать над ошибками и улучшать свои лайвы, буду дальше дрогать свою музыку. Спасибо тем, кто меня, в принципе, вот поддерживает и продолжает поддерживать, слушать мою музыку. Я очень рад, что меня больше не кидает из стороны в сторону, типа, с попситом и так далее, вообще, типа, попсу просто не хочется делать, слово совсем, типа, не знаю, меня раньше просто в моменте бывало, раз и швырнуло, типа, написать там поп-трек какой-нибудь, потом раз меня швырнуло написать там супертрек. Сейчас вообще такого нет, я очень рад, с Нового года у меня прям стабильно какое-то вот свое видение на музыку появилось. Я даже не понимаю, как это так работает, типа, вот просто реально по щелчку пальца, типа, в башке моей многое поменялось. И вкус, и взгляд в целом на музон. Надеюсь, вам влог понравился. Я представления не имею, что там будет в этом влоге, как он будет выглядеть, потому что я его снимал, наверное, где-то неделю. И, типа, собирал каждый день, там, какие-то кадры. Я не знаю, что будет, как это будет выглядеть, просто даже не представляю, как это буду монтировать. Короче, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мои соцсети, подписывайтесь на инсту обязательно. Там часто кидаю какие-то интересные стойки, там, дропаю сниппеты. В принципе, там веду свою жизнь, так же, как и в Телеграме, на который подписывайтесь тоже. Буду рад вас видеть, там тоже какие-то анонсики, все выходит именно в Телеграме, в инсту, поэтому фолловьтесь. Ну и так же, фолловьтесь просто на мою группу Артиста, на все мои социальные сети, которые есть в описании. И спасибо за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро в новых роликах. С вами был Сэйм. Степ бай степ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok